привет салан привет привет всем привет привет нижний новгород салан спасибо я в раз вас всех видеть да мы будем выходить не так часто хайс фашисты мы будем выходить не так часто но информативно привет кизляр минск москва география растет наша скажем днем привет питер северная столица казань флорида привет брат мой украина дербент новгород ейск англия привет секреты привет паблик секреты про с нами один из самых информативных пабликов россии да нет я не уставший я наоборот привет томск украина геленджик я сегодня наоборот немножко отдыхаю а вот потому что тренировка будет только вечером сегодня спасибо спасибо за лайки привет спарта компания спарта сегодня с нами сеть магазинов спортивного питания кстати о спарте не забудьте что в 16 числа в 17.00 жители краснодара могут посетить открытие магазина спарта первое первый магазин в краснодаре будут очень боль очень хорошие гости будут краснодар михаил кокляев николай бычков ян хопта огромное количество спортсменов на вечном курсе нет я не на вечном курсе мало того может быть я кого-то разочарую но я сейчас абсолютно чистый уже больше трех месяцев сегодня спину тренирую людей набираю мышца растет как от пампа так и от силовых тренировок конечно я знаком с янам хоптай уже с 2004 года 12 лет 12 лет уже знаком с ямы в алейкум салам очень рад тебя видеть зураб да просто ешь употребляйте креатин после еды и все просто после еды да ян где только не был и в питере в спорт лайфе и в перми ян вездесущий яна можно встретить везде до делаю пирамиду вверх нет делаю пирамиду вверх тоже потихоньку привет тамилка привет она по потихоньку увеличиваю рабочие веса и понижаю количество повторений в москве дай бог буду с середины с начала октября до конца ноября если все получится так как я планирую то два месяца почти в москве мы побудем привет привет мы планируем посетить чемпионат россии планируем посетить чемпионат москвы планируем посетить почему у гринова худые руки а он их не тренирует видосики будут скоро нет после аксандролона слишком легкий курс в тем более если для парня по нации лакиц дагестанец да в один день могу делать даже в один день обычно первые подходы я делаю более силовые а потом когда основная работа пройдет я уже перехожу больше на тренировки в стиле пампа да пресс еще есть конечно я всегда с прессом без пресса вы меня не увидите так шутники у нас уходят потихоньку потихоньку тут и да не знаю я французский не знаю какой первый курс посоветую юридического факультета в нашем случае самый лучший или как-нибудь на эндокринолога самый хороший первый курс это отучиться на эндокринолога тогда во все остальные курсы по плечу будут как раскачать руки и плечи в первую очередь качать посмотрите на ю тубе мои тренировки плеч и тренировки рук я думаю что информация будет полезна так это очень долго разговаривать об этом можно упражнение на шею но если вас интересует именно объем шеи то я бы посоветовал делать просто изолированное такое либо с хомутом для шеи либо ставить какой-нибудь вес на лоб и прокачивать переднюю часть что касается борцовских мостов прием очень тяжелый и очень сильно грузит шейный отдел позвоночника я думаю что он оправдан будет только для профессиональных спортсменов потому что им во-первых через шею надо делать накаты если мы говорим про борцов очень часто приходится шею упираться когда уже идет позиция положить спортсмена на лопатке там конечно нужно немножко другое а если у вас именно крепкая хорошая шея то я думаю обычной изоляции давление не будет расти если на курсе падает иммунитет фил хит заберет первое место давайте по иммунитету для начала перед тем как садиться на курс надо привет надо немножко отдохнуть это во первых потому что люди которые тренируются постоянно а потом начинают курсить они не понимают что они заходят на курс уже в довольно истощенном состоянии на курсе это может быть чревато падением иммунитета боли с болями в суставах нехватка миндералов обязательно скажется на ломкости зубов на прыщах на чем-нибудь другом поэтому на перед тем как садиться на курс я советую сделать небольшой отдых там две недели 20 дней отдохнуть полностью восстановиться как говорится отдышаться и потом уже потихоньку заходить на него если что касается иммунитета то конечно витамины да на олимпии все все хотели бы попробовать себя на олимпии но туда попадают только единицы вот для иммунитета естественно витамины и минералы и глютамин как бы витамин с нет я бы не советовал делать руки два раза в неделю почему потому что что касается трицепсов он косвенно работает также с грудными мышцами он работает также с жимами на дельты он работает изоляционно и если еще добавочно то либо локтям придет конец либо трицепс и просто перетренируется алейкум салам москва что касается как скинуть живот ну во первых я не могу ответить на этот вопрос быстро привет я мал это во первых во вторых если коротко то естественно диета первым делом это диета ни жиросжигающие препараты никакие якобы жиросжигающие тренировки это все чушь это миф если у вас будет бардак в питании вам к сожалению не поможет ничего александр кому-то передает привет если мне то александру тоже большой привет да рис это углеводы конечно гликемический индекс зависит от сорта китайские капсулы помогают в наборе жира я тоже не делаю яичницы в микроволновке очень много вопросов я не успеваю так еще раз подобные шутки с конями будем банить хотите слушать информацию будьте взаимовежливы к сожалению не все вопросы успеваю читать вес сейчас 118 килограмм примеру только начал масса набор только 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 четвертый день думаю что в ближайшее время все будет нормально рост 180 сантиметров начал тренироваться бодибилдингом в 17 лет я начал ходить нет я дагестанец в 17 лет я начал ходить в качалку и могу сказать что в дуб первые лет наверное 56 это было ну как это обычно у всех бывает так естественно я набирал я был довольно здоровым но это был не профессионально потому что опыта не хватало я был практически грузчиком грубо говоря я поднимал веса не задумываясь о том как правильно ложить нагрузку вот сейчас последние лет наверное 5-6 я уже могу сказать что я делаю это действительно грамотно так как надо от бца болят почки блин я не думаю что от бца болят почки может быть очень много белка в рационе но быца сколько-то употребляют но 10 грамм но 20 я не думаю броку бровки где делаю что не вот именно брови я не делал поэтому я думаю что надо к врачу первым каким образом сушиться я уже сказал диета первым делом это диета кому интересно более подробно посмотрите мои семинары на youtube можно ли выглядеть хорошо без стероидов да естественно кто-то пришел кто-то пришел в гости к вам а вот естественно можно хорошо выглядеть без стероидов но профессиональным спортсменам конечно нужно уже какие-то дополнительные стимуляторы процент жира не могу сказать мало жира быстро набрать массу качественную сухую с к сожалению никак нет ганаду ставлю на курсе отговорить друга от метана потому что метан это очень плохо естественно все свое привет сам петербург если человек имеет какую-то высокую спортивную цель шредер химик я уверен что он хим а вот если человек имеет какую-то высокую спортивную цель и все-таки решил прибегнуть к поддержке фармакологии то в первую очередь надо обзавестись либо багажом знаний либо очень хорошим специалистом врачом метан для того чтобы метан дал какой-то результат нужны очень большие дозировки это раз а вот во вторых он очень токсичен это два сейчас подождите секунду чё там ошиблись номером сашан к сожалению не знаю я знаю что есть такой специалист но насколько он хорош я не читал его статьи я не могу ничего сказать если он такой популярный то наверное есть от него польза постановка ног на приседе это чисто индивидуально и зависит от того в какие мышечные какой мышечный отдел хочется положить нагрузку чем шире постановка ног тем лучше прорабатывается внутренняя часть бедра я например стараюсь сделать более узкую такую фронтальную постановку чтобы целевой именно передний вид такой целевой ложить нагрузку на равномерно на бедро чтобы не а для того чтобы прокачать внутреннюю часть я делаю с широкой постановкой обычно колодец а вот если я хочу вложить нагрузку в более медиальную часть бедра например на галифея я уже иду в смит либо в гак либо в жим ногами и делаю очень узкую постановку ног вот у меня как бы я привык так и мне некомфортно ставить ноги широко на присед вам спасибо общее отношение к нандролонам я сейчас секунду насчет нандронов если получается только с блинами 5 под пятками значит плохо растянуты ахиллесовый сухожилия в первую очередь если они плохо растянуты то вас обязательно я ты мужик а ты чё сомневаешься что ли или ты умника и себе решил построить а забаним на хрен пойдешь смотреть на каких-нибудь педиков трансляции что касается блинов под 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 пятками то это в прежде всего от того что плохо растянуты ахиллесовы сухожилия я советую обычно поработать в станке смита все пошел в жопу отсюда блять задрал тупорылый блять какая-то на это баба еще в тем более тупая баба блин если вы хотите растянуть ахиллесовы сухожилия если они у вас плохо растянуты то я советую вам все-таки поработать в станке смита для начала немножко поставить именно технику самого седа и дать немножко эласт и растянуться в хиллесовым сухожилием это поможет вернемся к вопросу по нандролоном очень тяжело общаться очень надо успевать и читает и пидорасов банить и еще и на вопросы отвечать что касается нандролонов для меня например это были одни из основных препаратов на меня они хорошо действовали я хорошо на них набирал и у меня никогда не было побочек да так называемых от них а вот да я вообще веселый парень что касается отношения в общем нет мне не повезло с генетикой к сожалению очень много в последнее время я оставляю трансляции оставляю очень много в последнее время вижу людей которые получают неприятные эффекты от нандролонов а вот поэтому если кто-то решил попробовать этот препарат я советую начать его в маленькой дозировки и обязательно комбинировать с тестостероном безопасные курсы опять же скажу безопасны так еще один уходит давайте сейчас шутников потихоньку сплавим еще один уходит зачем тебе таким быть хороший вопрос чтобы не быть таким как ты как минимум болен что-то хотел сказать и потерял но здесь к сожалению из-за дебилов иногда теряю немножко момента давайте еще вопросы чем почитаем так еще один уходит сейчас мы потихоньку потихоньку сейчас побаним буду банить сразу говорю буду банда безопасный курс отлично спасибо буду банить не только за всяких интернет бойцов клавиатурных всяких там писька не стоит там и всех остальных буду банить даже за глупые вопросы почему потому что глупые вопросы сбивают как говорится мне не дают возможности читать вопросы нормальные и из-за этого получается что я не могу дать информацию людям которым действительно она нужна поэтому даже за тупые вопросы ты качок или не качок мы будем банить на хрен сразу потому что они не нужны эти лишние вопросы ты русский тоже мне кажется что не очень хороший вопрос говорю я по-русскому а вот забаним всех не сомневайтесь всех забаним бан пожизненный будем вот сидеть тыкать и банить говорю я по-русскому как говорят по-русски вот но я не русский я дагестанец я гражданин российской федерации по национальности дагестанец лакиц дальше про безопасные курсы если подходить грамотно к употреблению фармакологии то можно минимизировать какие-то побочные эффекты до такого минимума что они даже не будут как говорится в повседневной жизни вам мешать вообще как бы любой любой спорт любой какие-то там увлеченные тяжелые занятия экстрим виды спорта или какие-то там развлечения они по-любому на что-то действуют негативно до любители покататься на велосипедах падают ломают руки ноги экстремалы вообще бедные люди спортсмены по-любому какие-то нагрузки сверх интенсивные на тело которые по-любому будут где-то наносить вред здоровью вот если мы берем именно курсы то конечно вот нужно как говорится контролировать именно сдавать анализы и консультироваться с врачами на спортпит около 30000 вот что меня последнее время очень сильно раздражает то что люди которые употребляют какая-то обезьяна что-то пишет 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 мне она не нравится я не могу понять что она хочет блин либо она не мне пишет если не мне то приношу извинения пишите дальше кому там пишите если мне то блин либо нормальные вопросы либо забаню на хрен вот поэтому как бы у нас сейчас она малолетка но малолетки тоже люди нет 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 фрукты конечно фрукты это не говно это да это лишние калории но это полезные калории все равно там есть хотя бы витамины а вот булки и там сладости это конечно лишнее я никому не советую есть независимости от того надо добрать калорий или не надо добирайте до в ночные клубы иногда хожу добирайте более здоровыми продуктами гречкой овсянкой макаронами не могу сказать сколько у меня сейчас тестостерон вот потому что в последний раз вот пока ты делал анализы все я уже не помню какой показатель там был все нормально все все на месте все хорошо оксана на мост мосты не воспринимаю делаю полные отдыхе анализы как часто анализы дают сдают так как советует не мой врач меня консультирует алексей меряков всем известный за что ему огромное спасибо он мне говорит когда надо сдать анализы и по результатам моих анализов он мне уже прописывает там какие-то препараты которые там помогают мне держать анализы показатели анализов в нужной норме сотрудничаю с компанией про сапс американская компания профессиональная спортивная линейка не просто премиум-класс это профессиональная свадьба не знаю вот полностью обеспечивает меня продуктами я очень доволен она стразол тоже в зависимости от анализов салман валик у салам нос поломанный в двух местах до фарма именно и держит массу она не сушит она именно держит сушит диета а почему на фармакологии легче потому что к сожалению жесткие диеты при изгонке жира очень негативно влияют на мышечную массу вот и русский спортпит очень давно когда у меня вообще не было денег сейчас слава богу русский спортпит я не использую поэтому фармакология помогает удержать мышечную ткань генетик я думаю что генетик это один из лучших российских продуктов на данный момент так восстановление прошло отлично уже четвертый день набираем я уже миллион раз отвечал кто я по нации даже сегодня в трансляции уже два раза потом перемотаете посмотреть конечно можно набирать мышечную массу при проблемах со спиной конечно можно кстати мне мне часто задают вопрос краснодарцы где можно найти хорошего мануального терапевта для того чтобы там у кого есть проблемы я могу дать номер телефона кому интересно запишите парни зовут афанасий очень хороший врач саш иди сюда продиктуй нам номер сейчас скажем номер кому интересно запишите позвоните скажите что от адама но продиктуй нам номер 918 у тебя не видно 0 89 54 39 918 0 89 54 39 афанасий зовут кому интересно очень хороший врач кости ставит на место глазом не моргает даже здравствуйте без становой тяги можно великолепно качать спину становая тяга больше тренирует только поясничный отдел ее легко и спокойно можно заменить гиперэкстензиями блин насчет тренировки извините еще раз вопрос алейкум салам русланчик привет брат привет дорогой максимальный жим был 200 на 6 на наклонной скамье у меня на самом деле масса набор и работа на рельеф что касается тренировочного процесса практически неизменно на спину обычно делаю два упражнения на ширину спины это работа либо в подтягиваниях либо на верхних блоках и 23 упражнения тяги к поясу для толщины спины а вот это стандартные тяги т-грифа тяга в наклоне тяга гантели одной рукой тяга станка хаммер горизонтальной тяги ну и в конце делаю короткую становую тягу присед присед не тайна зайдите на youtube посмотрите 290 на 6 300 на 3 привет я думаю да все профессиональные бодибилдеры делают приседы если они нет на сушке не злой если они в конце своей карьеры приседы не делают на то только потому что уже ноги достаточно массивные и они уже просто там либо берегут здоровье либо где-то детализирует работу на начальном этапе без приседов я думаю что вариантов нет немножко не понял вопрос про общий объем руслан я на самом деле я не злой на сушке не надо сейчас меня подкалывать я просто немножко а нам легать с сашей не знать ладно спорить не буду наверное злой да я родом с дагестан саш я злой на сушке саша говорит да значит злой все да я очень голодный бываю на сушке в жизни великолепно с такими мышцами на самом деле я недавно захожу как-то на заправку эрго великолепная фирма поверьте врать не буду эрго шикарный препарат вот я захожу в роснефть по моему я заходил в магазинчик и мне девушка спрашивает молодой человек а вам удобно ходить причем у нее рядом стоит подруга которая весит килограмм наверно 200 я город если вашей подруге удобно то мне наверное в тем более огромное количество людей которые еле передвигаются неужели я на таких похожим не знаю последний вопрос не успел прочитать извините да эрго великолепная не я не говорю что яичницу нельзя делать в микроволновке я ее никогда там не делал я я всегда делаю яичницу на антипригарной сковороде микроволновка у меня обычно только для того чтобы разогреть еду или я иногда ты смотря на рост не слез да я думаю что я не очень здоровый в микроволновке из еды я иногда могу картофель запечь там минут на 14 микроволновку если мне там лень готовить или нужны углеводы там перекусить перед тренировкой а в остальном случае у меня нет витарга я даже не знаю что это такое в остальном случае микроволновка только для разогрева еды отличные условия спрос апса разглашать я не могу но как видите я не голодаю это точно похудеть в 15 лет точно так же как и в 55 разгон метаболизма частое питание дефицит лишних калорий и дефицит углеводов дефицит насыщенных жира жиров животных плюс тренировки все хорошо алейкум салам тренировка стоит очень лояльно тренировка стоит 700 рублей как бы не великие деньги совсем 40 килограмм за два с половиной года я не могу сказать нормально или нет потому что цифра не имеет значения с зубами вот на следующей неделе будут первые импланты ставить одни скобу поставили импланты все нормально думаю что через полгодика буду красивый как анжелина джоли вот не боюсь чего не понял вообще бояться глупо чего-то но если стоматологов если вы сейчас продолжение тему нет стоматологов не дают не боюсь да разовое посещение есть нет нет не боюсь стоматолога сейчас медицина вышла на такой уровень что сделают укол а потом хоть жопу разорвут лежишь спишь ничего не чувствуешь вообще как на массаже поэтому нет бояться уже глупо чего-то вот раньше там в моем детстве там лет 20 назад когда мне было 10 лет вот это было страшно ходить к стоматологу а сейчас гламурные дети знать не знают наших трудностей один раз в неделю руки один раз бицепс один раз трицепс да если чем чем меньше сладкого например у меня так вот если я что-нибудь из сладкого себе позволит то крыша будет ехать будет хотеться еще поэтому я стараюсь лучше знаете как старом детском анекдоте не трожь говна вонять не будет я стараюсь все-таки не позволять себе но это тоже самое про икры я думаю тоже самое как и про пресс когда люди мне говорят что они качают пресс три раза в неделю я уже к ним отношусь несерьезно потому что поверьте мне если хорошо покачать пресс неделю даже в туалет ходить не сможете не то чтобы нам на следующей тренировку пойти и заново там ноги по поднимать или скручивание сделать поэтому все зависит от того как вы тренируетесь тренировка пресса на самом деле это очень тяжелая тренировка и 99 процентов людей только думают что они его тренируют на самом деле они страдают просто ерундой если сразу хочу сказать как обычно если я вдруг на чей-то вопрос не отвечаю это не потому что я не хочу на него ответить просто я не успеваю иногда читать поэтому извиняйте по возможности буду отвечать на все что делать если ноги растут бешено ну знаете я думаю что все догонится пролактин за 200 а я не помню сколько там показатель пролактина был 77 278 да что такое вам вы я сейчас не могу сказать точно по моему посмотрите референтные значения в бете в google по в гугле по моему там от 70 до 278 шли я не помню точно это легко пробить в гугле блин что-то говорил потерялся в чай говорю а да 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 вот с ногами да да вспомнил пресс вообще что думаешь вполне нормально я тоже пресс тренирую очень 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 редко хотя он у меня довольно хороший ноги это ни в коем случае не говорит о том что надо ноги убирать например я советую ноги просто немножко меньше нагрузки ложить базовой а вот для того чтобы сэкономить больше сил на верх тела вот я недавно был на семинаре у голубочкина и он очень хороший момент сказал он говорит нельзя прогрессировать верхней части тела если вы не снимите немного нагрузку с нижней если вы будете ноги убивать так же как и убивали для верха тела у вас резервов организма не хватит поэтому немножко снять нагрузку с ног я даже думаю не столько снять сколько повысить интенсивность за счет общей работы например начинать с изоляции а приседа добивать со средними весами в конце больше поработать на технику на правильную постановку на более изолированную работу на различные пучки мышечные а вот верх тела уже начинать бомбить более тяжело и я думаю что не пройдет и полугода как вы заметите разительные изменения канал функционирует два новых видео мы уже закинули а вот александра монтирует видео мы делаем почему не снимаем новые опять же потому что я только четвертый день сегодня пойду на тренировку дайте мне еще две недели немножко войти в режим я же не буду вам показывать приседы по 180 килограмм но это просто не серьезно если показывать вам тяжелую тренировку то это должна быть действительно тяжелая тренировка вот я думаю что в течение пары недель я войду в ритм и все будет нормально канал называется body school body school на на ю тубе опустить вниз и широчайшие добрый скажу так если у вас крепление широчайших высокая вот то ну мало что вам поможет потому что вот у меня например крепление широчайших высокая и единственное что я могу сделать это больше нагрузки вкладывать в нижние пучки это тяги верхнего блока параллельным узким и обратными хватами так в порнухе нет не снимался твоя мама снималась в порнухе все уходишь отсюда еще шутники есть приветствую как часто один раз в неделю присед один раз в неделю тренировки на голодный желудок если кардио то да если силовые то нет видео да насчет шеи обещал закачаем обязательно тяжелый вопрос насчет батата и картошки но как бы я за с двумя руками за картофель это очень хороший углевод естественно что не стоит перебарщивать следите по жировой прослойке но картофель например многие его боятся там высокий гликемический индекс мы все это херня картофель профессиональные американские бодибилдеры китайские капсулы никак абсолютно они набирают только жир анимас бой дочи стихомирова да ничего не думаю пускай дерутся их не делал что касается картофеля то например вот уже кто-то пишет это канал адама или нет да это мой канал мне пришло оповещение про такой комментарий так что-то хотел сказать а насчет картофеля американские бодибилдеры профессиональные на сушке употребляют картофель как углевод запеченный картофель употребляют мне похуй мне тоже но я держу это при себе так что держи это при себе и быть пофигистом в душе они на словах были травмы плеча очень сильные был разрыв ключевидного отростка жопа просто не рукой махнуть не гантелю поднять наверное около месяцев четырех я мучился очень сильно страдал я не знаю на самом деле надо попробовать чтобы узнать да можно гречку за заливать льняным маслом я например вот только что перед трансляцией ел картофель картофель запеченный вот я ел отварное филе и я ел салат из овощей поливал его льняным маслом 16 числа в 17.00 открытие магазинов спарта в торговом комплекте в центре центр города краснодар про мэнс физиков я уже сто раз об этом говорил ничего плохого не думаю но считаю что отбор должен быть намного жестче чтобы на сцене не стояли фрики какие-нибудь пускай будет 10-15 человек но чтобы все были достойного качества чтобы просто толпа вот это стадо не выходило насчет трибулуса знаете наверное на кого-то действует но я вам скажу честно я никогда не употреблял я употребляю добавки зима вот и мне советовали употреблять лёша и меряков советовал употреблять бустера но я так до него и не добрался могу сказать честно что если алексей и меряков посоветовал то наверное смысл есть потому что лёша херни не скажет это точно спарта спонсирует или просто спарта это мои близкие друзья я думаю что этим можно ответить на все вопросы на какой у меня сплит сплит четыре тренировки в неделю первая тренировка у меня плечи трицепс и а плечи трапеции трицепс вторая тренировка у меня когда люди перестают есть энерджи диет лохи не переведутся никогда поэтому энерджи диет всегда будет на высоте а вот система саши вообще не знаю ни по какой системе это система адама абакарова лично я по ней качаюсь воду можно пить прямо во время еды это все бред а уже говорил те которые говорят нельзя пить в воду во время еды они же говорят что надо хотя бы раз в день супчик кушать а супчик наверное это не мясо с картошкой в воде а если я просто поем мясо с картошкой и выпью стакан воды я дурак а если я суп не ем я тоже дурак вы как определитесь блять диетологи запивайте водой вода улучшает пищеварение помогает лучше проходить еде и вообще вода очень полезно вот все это бред насчет сплита давайте сейчас про сплит плечи трицепсы и крыта плечи трапеции трицепсы спина икры грудь бицепс предплечье ноги отдельно оба вячеслав привет 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 я увидел тебя к сожалению не всех могу прочитать далеко камера я на на селфи палки и и держу привет бро привет вячеслав бо сегодня с нами бо пистолет ноги не могу показать все равно что на тренируюсь да я тренируюсь через день но ну как через день у меня должно быть четыре тренировки в неделю как они будут в какие дни я в принципе не могу сказать все зависит от того а в инсте да я читаю твои комментарии иногда спасибо вот я все зависит от того как я восстанавливаюсь привет например на этой неделе была тренировка в вторник и будет сегодня а на прошлое было в понедельник и среду за глупые вопросы будем банить сразу говорю да я на химии и на физике тоже за глупые вопросы будем банить не отнимайте время у тех кто задает хорошие вопросы пресс ну блин ну как нате нормально Бо, ты не засыраешь мне трансляцию Я рад, что ты с нами Дефицит углей, да Я не скажу Это не я перекачанный Это ты недокачанный Все очень просто Я не скажу, что дефицит углей должен быть сильным Но он должен присутствовать Это как основа похудения Надо просто это очень грамотно контролировать Кардио после тренировки Да, я живу в Каспийске, я с Каспийск Кардио после тренировки Я лично не советую В другие дни Иначе, или надо очень хорошо загружаться в БЦА Тринтау как-то раз пробовал Для усиления пампа Я предпочитаю более реальные методы Какой-нибудь пампер или аргинин Доктор Джекел Предтренировочный комплекс Они очень хорошо вкачивают кровь 31 год Хороший вопрос Кардио Может быть Может быть Вся проблема Во-первых, раз В редком питании Независимо от того Даже если вы сидите на идеальной диете По продуктам Если у вас длительные промежутки Промежутки между едой Обмен веществ будет затормаживаться И вам не помогут никакие тренировки Даже если их будет 10 в день Есть такой момент Что у вас может быть Идет уже синдром перетренированности Организм устал И чем больше вы тренируетесь И сидите на диете Тем больше он закапливает жиров Это тоже может быть В нашем случае Главное Не доиграть И не переиграть Вот Я очень прошу перестать ссориться Иначе буду банить Неприятно читать Углеводы во время тренировки Только в первой половине тренировки Только в самом начале Для энергии Первые минут 30 Потом углеводы полностью убираю И выхожу чисто на белках Как посчитать пульс на кардио без пульсометра Никак Засечь время 10 секунд А читать количество ударов Умножить на 6 Да, делаю гудмоннинги Коктейли пойдут как промежуток Только в случае Если реально нет возможности Употреблять здоровую пищу Коктейли это все-таки добавка Вакуум Блин Я уже третий месяц Обещаю своим подписчикам Попробовать делать вакуум В течение месяца И отписаться вам по результатам Что касается вакуума Я не могу сказать Что это может как-то Например Напречь ваши мышцы в живота Нет Уменьшить талию Это точно не уменьшит Не верьте в сказки Уменьшить талию Вакуум не поможет Единственное Что я вижу положительное От вакуума Это контроль живота Да, например В позе двойного бицепса Конечно Если ты научился Хорошо сжимать живот То конечно Это будет выглядеть Довольно эстетичнее На сцене Я думаю Что только А уменьшить талию Ну навряд ли Эрго Не знаю Нет Хотите узнать Сайт эрго Заходите в группу Хочешь мышцы Вконтакте Так и называется Хочешь мышцы БЦА во время Нет БЦА все-таки лучше После тренировки Опять же Если у вас много денег И вам не жалко То вы можете Хоть целый день БЦА есть Если брать Конкретно Именно нужное Употребление БЦА Так как их надо Употреблять То лучше Конечно После тренировки Или в состоянии Катаболизма Живот Вываливающийся В каком смысле Например Если я стою В одежде У меня живот Немножко выпирает Почему Потому что Гипертрофированы Мышцы пресса Естественно Многие этого не понимают Когда мышцы пресса Накачаны Конечно Живот будет Немножко выпирать Потому что Толщина мышц Довольно большая Вот Поэтому Когда люди Идут качать пресс Они должны понимать Что им надо Вот Если качать пресс С большим Отягощением Вы рискуете Реально Раскачать себе Красивые Хорошие мышцы Но будьте Готовы к тому Что живот Будет Немножко выпирать То же самое Да У меня с виду Талия узкая Но если ее померить Она где-то 86 сантиметров Вот Насчет талии Ответ Если я стою Например Со своими друзьями Рядом У меня талия Смотрится намного Уже Но если мы Затягиваем Тренировочный ремень На приседы То я затягиваю На последнюю Например На последние Две дырки А мои друзья У них не доходит Да Имеется ввиду На вторую На третью Имеется ввиду Талия у них уже А вот В чем смысл Во-первых Визуальный эффект Во-вторых Объем талии У меня Увеличен За счет Мощных Мульспресса И за счет Очень мощных Мышечных Столбов На пояснице От становых Тяг И Гудмонингов Вы должны понимать У меня Например На спине Кулак Можно между Мышцами Спины Засунуть Естественно Билдер Понимаете В чем разница То что там мерят Это все ерунда Если вы видите В зеркале Что вы красивые Какая разница Какой у вас объем Объем груди Объем талии Вы либо красивые Либо нет На этом и забейте Бицепс На камеру Вот так Не видно Нормально Протеин Как заменитель Пищи Это во первых Во вторых То же самое Всегда говорю Про тетю Рай Вот То же самое Что и БЦА Да Это белок Поэтому Быстро усваиваемый Поэтому Я бы Вам советовал Сразу после тренировки Пить БЦА А через 15 минут Заливать все это протеином Первая доза БЦА Гарантированно Остановит Катаболизм И Начнет Как говорится Анаболический процесс Запустит В вашем организме А вторая доза Аминокислот И белка Из протеинового коктейля Уже Достаточно мощную Дозу даст Потому что все таки Ну БЦА Это всего 10-15 грамм На пресс Блин Объяснить На самом деле Это трудно Это надо показывать Я думаю Что нет БЦА не вредно БЦА полезно Я думаю Что это как-нибудь Мы вам покажем Я бы сегодня Вам показал Тренировку в перископе Свою тренировку спины Которая будет Через пару часов Проблема в том Что в зале Очень плохой интернет Вот Нет Осенью выступать не буду Я еще раз говорю Я отдыхал Три месяца Вообще Только четвертая Тренировка У меня как идет К хлебу Отношусь Очень плохо Очень плохо И очень негативно Ничего полезного В хлебе нет Нет Майку не сниму Трансляцию Удалять не буду По углеводам Ну Для меня Самая хорошая Овсянка Макароны И гречка То же самое Могу сказать Про картофель Что касается Риса То у меня С ним тяжко Не люблю я рис Честно сказать Я рис Пихал в себя Только на подготовке И так Только чтобы Немножко разнообразить Углеводы Не знаю С рисом Что-то у меня Как-то не удалось Насчет тренировок Дома Я наверное Вас разочарую Нет Объясню У меня дома Нет Ни одной Гантели Почему Потому что Держать дома Металлолом Я думаю Не нужно Гантели Стоят дорого Штанги Стоят дорого Респандеры Стоят дорого За эти деньги Вы вполне Можете позволить Себе абонемент На несколько лет Фитнес-центр Это во-первых Это со стороны практичности Со стороны морального настроя Вы никогда в жизни Дома Не настроитесь Так на тренировку Как в фитнес-центре Когда вы приходите Именно на базу И начинаете работать У вас есть Час-полтора времени Со стороны Здравого смысла Жена Дети Подвиньтесь Я сейчас буду приседать Нет Я категорически Против тренировок На дому На дому Дома бабушки Дедушки Утром на балконе Пусть зарядку делают А если вы хотите Заниматься нормально То идите В фитнес-центр Я уже Объяснил Почему Дома Если купить Тренажер Я только что Объяснял Все это время А вы задаете Обратно же Один и тот же вопрос Как думаешь Девушка с ростом 163 И весом 57 Ничего не думаю Как я могу думать Ну смотрите Парень метр восемьдесят И с весом 150 килограмм Один это Ронни Коломан С самым красивым телом Накачанный Сухой А другой Это какой-нибудь Василий Или какой-нибудь Афанасий Или какой-нибудь Магомед У которого 150 килограммов Жира Как это можно Визуально По цифрам Об этом что-то сказать Никак абсолютно Пришлите мне Свою фотографию Я посмотрю Если вы красивые Я вам об этом скажу Если нет Извиняйте Лучше вообще Не присылайте фотографию Здравствуйте Есть смысл Если грамотно Есть 21 это уже Нормальный Возраст У меня Сейчас 118 килограмм ВК Можешь добавить Как Мне не жалко Если у вас Открытая Нормальная Страница Я вконтакте Не добавляю Людей Которые Голым Нет Вообще Не присылай Я вконтакте Не добавляю Людей У которых Либо страницы Без информации Либо люди Либо стесняются Либо не хотят Своё лицо Показать Я такие страницы Не добавляю Более того Я не вижу В них смысла Если вы Сами себя Стесняетесь То лучше Сидите Смотрите Дома Телевизор Если вы Добавляетесь В друзья То будьте Как говорится Добры Предоставить О себе Информацию Кто вы Мужчина Женщина Ребенок Космонавт Альпинист Инвалид Или кто Ещё Насчёт Щитовидной Железы Вбейте В гугл Там вся Информация Да Я бодибилдер Привет Извините Если Кого-то Не добавил Пишите Сообщение Обязательно Добавлю Просто Очень Много Народу Добавляется Друзья Я не Вижу Отдельную Тренировку Для Икр Слишком Жирно Будет Я думаю Нет Икры Можно Прокачать Минут За 15 Поэтому В конце Тренировки Просто Уделите Немножко Больше Времени Икрам И всё А что Со звуком Плохой Звук По Фармакологии Не даю Попу Накачать Хорошо Будет Если Попу Накачать Бицепс Уже Показывал Устал Буевал Во первых Буевал Через Букву О Во вторых Здрасте Шутники Что касается Прыжков На скакалке В одном Из семинаров Я об этом Говорил Это очень Мощная Нагрузка И Я оправдываю Ее только Если этим Занимаются Профессиональные Спорт У которых Строится На высокой Выносливости Боксеры Борцы Там Люди Которые Занимаются Активными Быстрыми Видами Спорта И Где Нужна Выносливость Если Вы Хотите Использовать Скакалку Для Похудения Это Очень Тяжелый Снаряд Вы Больше Вымотаете Себя Чем Сгоняете Жир Поэтому Я бы Вам Лучше Советовал Сесть На Велотренажер Или На Степпер Я Я Вам Скажу Что Алкоголь И Сигареты Больше Убивают Людей Вот Мне Все Говорят Вот Аккуратней Скажу Одно Я Что Похож На Человека Которого Можно Жалеть Я Что Жалостливо Выгляжу Что На Меня Посмотрите Сначала Что Меня Жалеть Я Здоровее Любого Здорового Поэтому Не Беспокойтесь У Меня Все Нормально Кланчир Здоровый Парень Без Базара Что Насчет Пропорции Общего Вида Не Очень Здравствуйте Вейн Гол Стандарт Если Оптимум Нутришин Он Своих Денег Не Стоит Сразу Говорю Турчинский Турчинский Так же Говорил Ну Хорошо Давайте Сейчас Вспомним Людей Которые Вот Один Да Давайте Так Турчинский Раз Раз Умер Умер От Процедуры Омоложения Которую Сделал В клинике К бодибилдингу К фитнесу К поднятию Тяжести Это Никакого Отношения Не имеет Раз Андрес Мюнцер Человек Который Умер От Диуретиков Два Кто Сколько Еще Два Два Человека За 20 Лет Два И 150 Миллионов В год Алкашей Блять Которые Помирают От водки Сигарет Блять Еще По бухне В жопу Трахаются Блять Людей Сбивают На машинах А вы Боитесь Качаться Ну Турчинский Умер Турчинский Великолепную Жизнь прожил Его знают Все Его цитируют Его уважают Ему ставят Памятники А вы только Пишите Комментарии На большее Вы пока что Не способны Поэтому давайте Не будем говорить О том что Спорт Вот этот Умер Или тот Умер Или тот Умер Умирают Блин По разному Кто-то По лестнице Идет Споткнулся Умер Я люблю Тебя Я тебя Тебя Тоже Люблю Да Прыгунова Знаю Да Умер Круто Укричко Передайте Я люблю Вялого Поймать Можно От всего Что угодно Это Не зависит От фармакологии Или от Чего-то Другого Я вам скажу Что Вялого Поймать От Холестерина От Жирной Пищи От Майонеза От Сала Можно Намного Быстрее Не В 45 50 А В 25 Я Уже Говорил На этот Вопрос Отвечал Я Как-то Пробовал Тренировать Ноги Два Раза В Неделю Положительная Динамика Только Первый Месяц Может Быть Полтора Потом Начинается Синдром Утомления И Они Перестают Расти Вообще Покажи Член Красавчик Это Наверное Админ Из ГКНН Написал Сейчас И Сидит Сфотографировать Щелкнуть Ждет Не Надо Не Показывать Хорошая Трансляция Сегодня Положительные Люди Молодцы Всегда Приятно Работать С Веселой Аудиторией Какие Анализы Я Думаю Самые Такие Основные Общий Тестостерон Посмотреть Уровень Глюкозы Ну Я Думаю В принципе Можно Сдать И фолликово Стимулирующий И Эстрадиол И Пролоктин Ну Посмотреть Если Уже Идете Сдавать Посмотрите Все Что Можно Спасибо За лайки Кстати Пока Есть Возможность Поблагодарить Всех Кто Ставит Лайки Вот Это Как Минимум Очень Приятно Валейкум Салам Таджикистан Я И со стойки Хорош И в партере Тоже Материться Очень плохо Я Все время Себе Говорю Что Я буду Стараться Не ругаться В своих Трансляциях Потому Что Мне Часто Пишут Что А да Мы Посмотрим Сей Семьей Там Так Далее Там Можно Вас Попросить Как-то Более Лояльно А то Там И Нет Не потерял Резкость Резкость Теряется От сидения На диване Мышечная Масса На резкость Не влияет Никак Если Человек Тренируется И продолжает Совершенствоваться Можно По крайней Мере Попробовать Покачать Ноги Если Вдруг Почувствуете Что Динамика Перестает Что Вам тяжело То Тогда Уходите Нет Я Бодибилдингом Занимаюсь Я не Пауэрлифтер Банзомат А Вам Я дал Банзомат Ну Не знаю Да Астероиды Жру Я не понял Немножко Вопроса Ну Стараемся Конечно Поменьше Ругаться Потому что Все таки Смотрят И Взрослые Люди И Кто-то С детьми Смотрит Поэтому Как бы Мужик Ты знаешь Что ты Скоро Зарвешься Я знаю Что ты В школу Не ходил Русский Язык Подтяни Как минимум Это я знаю Точно Мышцы В щеках Мешки Биша Да Надо Удалить Мешки Биша Пресс я уже Показывал Перемотайте Трансляцию Посмотрите Потом Я уже Говорил Про Дефицит Калорий Болят Колени Обратиться К врачу И Пройти Профилактику Подо мной Пол Так Давайте Не ругайтесь Подо мной Пол Ломаться Не может Я лежу На диване По Калорийности Ничего Не могу Сказать Это Очень Примитивный Будет Ответ Это Будет Очень Примитивный Ответ В зависимости От количества Жировой Ткани В зависимости От количества Ваших Тренировок От Интенсивности Какой у вас Обмен Веществ Надо Подбирать Очень Индивидуально Максимальный Вес У меня Был 122 Килограмма До того Момента Как я Ушел На отдых 2,5 3 месяца Назад Планирую Сейчас В ближайший Месяц Поднять До 124 Может Быть Выше Еще Раз Говорю Я Только Начал Тренироваться Я Три Месяца Не Тренировался Практически У меня Сегодня Будет Четвертая Тренировка И Я Планирую Что Я Поднаберу Нет Не курю Не курю Не пью Что Касается Манипуляции Воды Они Обязательны Просто Манипуляции Бывают Разные Кто-то Наоборот Загружается Кто-то Наоборот Сливает У всех По-разному Но То Что Манипуляции Делают Все Спортсмены Спасибо Вам Стероиды Влияют На Все На Сердце Еще Влияет Курение На Сердце Еще Влияет Алкоголь И Жирная Пища Очень Много Факторов Которые Влияют На Сердце Просто Просто Для Интереса Спасибо Большое Просто Для Интереса Посмотрите Сколько Людей Умерло От Аспирина Я Тоже Слушал Про Хондроитин И Все Мои Врачи И Все Мои Знакомые Специалисты В один Голос Уверяют Что Оральное Употребление Хондроитина Глюкозамина Не Помогает Для Суставов Что Нужны Либо Прямые Какие-то Инъекции Либо Какая-то Другая Профилактика Что Касается Меня У меня Есть Знакомые Которые Употребляют И Может Быть Они Так Думают Но Они Уверяют Что Помогает И Скажу Вам Честно Что Я Себе Заказал Хондроитин С Глюкозамином В Субботу Он Будет В Краснодаре И Я Его Попробую И Уже По Своим Эффектам Скажу Лешего Знаю В Амстердам Баре Был Конечно Вот Поэтому Как бы Уже Смогу Ответить Вам Точно И Спробовав На себе Сказать Помогло Мне Это Как-то Или Нет 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 У меня Показатели Очень Хорошие Что На курсе Что После Во-первых Дозировки Очень Маленькие Во-вторых Наверное Все-таки Стаж Я Фирму Протеина Просапс Не понял Правильно Возвращаться В обычный Цикл Как обычно Это Делаю Я После Последнего Турнира Я Тренируюсь Еще Три Недели Я Тренируюсь Еще Три Недели Чтобы По Максимуму Взять Эффект От Гиперкомпенсации Начинаю Есть Углеводы Но Повышаю Углеводы Медленно И Стараюсь Есть Сложный Очень Искренне Стараюсь Не Есть Сладкое Не Есть Гадости Иначе Закачка Воды Просто Бешеная Нет Протеины Не вредны Протеины Полезны Стараться Делать Кардио Для того Чтобы Сливать И После Трех Недель Тяжелых Тренировок Уже Потом Уходить Более Менее На Отдых А Калорийность Рациона Повышать По максимальному Потихоньку И Желательно Принимать Какие Нибудь Легкие Мочегонные Препараты Не Медикаментозные Чаи Травы Для того Чтобы Не было Сильной Задержки Жидкости И Не повышалось Давление И нагрузка На сердце Не было Сильной Быстро Набрать Массу Про Вакуум Уже Говорил Про Массу Тоже Перемотайте Немножко Назад Там Все Будет Каждый День Качаться Можно Хоть Три Раза В день Вопрос В том Чтобы Вы Успех Успех Восстанавлив Восстанавливаться Навряд Ли Ваш Организм Будет Прогрессировать При Таком Сильном Стрессе Да На курсе Метаболизм Хорошо Что там обычно Принимают Чтобы воду Сливать Чай Да Травяные Там Я Не знаю Я Пользовался Чем Урсосаном Пользовался Урсосан Я пил Капсулу Урсосана По Две Капсулы В день После Турнира У меня Была Сильная Задержка Воды У меня Был Тяжелый Сезон Мне Леша Миряков Прописал Урсосан Такой Препарат Можете Вбить Его В Гугл Почитать Я не знаю Что такое А Брусневер Вот 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 На Брусника Да Что-то Такое Да Да Если Это Вот Блин Так Я тупой Смотри Сюда Вот Я тебе Объясню Если Я тупой Качок Ты Игорь Какого Хрена Ты сюда Пришел Собери Монат Тиш Вали Нахрен Отсюда Пришел Сюда Сюда Свои Права Качать Закрой Трансляцию Пойди Поищи Малолет Каких нибудь Которые Бухают Покажи Тело Не покажу Блин Вбей в гугл Адама Бакаров Посмотри На мое Тело Индейц Сейчас Буду Камерой Махать Тело Показывать Нет Вы Вы Хороший Игорь К татуировкам Как К искусству Сразу Говорю Нормас Бройлер Сам ты Бройлер Лошаров Еще раз Говорю Я больше Не буду Ничего Говорить Вот сейчас 230 человек В трансляции Я просто Молча Баню Баню И вы Уходите Вас Нет Экран Погаснет Вы Потеряетесь Насчет Тату Валейкум Салам Вот Все Ушел Один Насчет Тату Мне Очень Нравится Это Как Искусство Есть Очень Красивые Очень Красивые Татуировки И мне Нравится Как Они Смотрятся На некоторых Людях Но Я Сам Их Себе Никогда Не Сделаю Во-первых Вопрос В первую очередь Религиозный Да Как бы Я Мусульманин И в моей Религии Татуировки Запрещены Это во-первых Во-вторых Чисто Эстетически Я на своем Теле Этого Ну Не Представляю Хотя Хотя Еще Раз Говорю Да У моей Девушки Есть Пару Маленьких Татуировок И мне Очень Даже Нравится Как Они Выглядят Очень Красиво Но Больше Она Делать Не Будет Ей Две Хватит Объем Бицепса 51 Про Курсы Не Будем Вести Беседу Тема Довольно Закрытая У нас Много Девочек Смотрит Много Взрослых Людей И им Это Будет Просто Не Интересно Про Нацию Говорю Посмотрите В начале Трансляции На Отдыхе Опять же Когда Вы Сходите С Курса То Надо Работать Более Силовой Программе Для Того Чтобы Удержать Силовые Результаты Которых Вы Добились На Курсе И Для Того Чтобы Не Истощать Сильно Тело Стимулировать Выработку Собственного Тестостерона Спасибо Вам Тоже Хорошего Вечера Сейчас Секунду А сколько Время Сейчас Ну Еще минут Десять Мальчики Девочки И мне Тоже Пора У меня Тренировка Да Денис Борисов Он Очень Хороший Вечер А вот После Курса Как я Уже Говорил Более Силовые Тренировки В течении Там Двух Трех Недель А потом Уже Надо Все Таки Уходить На Отдых Немножко Восстановиться Как Накачать Пресс Быстрее Сделаем Трансляцию Погода Сегодня Был Град Молнии Дождь Очень Сегодня Погода В Краснодаре Какая Странная Да Конечно Конечно Не на Трению Сначала Домой В гости Посидим Виталик Пообщаемся А потом Пойдем Покачаем Приветствую На Сушке Хочу Сладкое Скажу Вам Так Если Вас Сильно Тянет На Сладкое На Сушке То Надо Задуматься О Рационе Своего Питания Может быть Вы Сильно Урезали Угли Вот Вам Спасибо Это Во-первых Во-вторых Может быть У вас Есть Длительные Промежутки Между Приемами Пищи На Диете Если У вас Все Идет Довольно Стабильно Нужное Количество Углеводов Полезных Да Сложных Нужное Количество Промежутки Между Едой Небольшие У вас Не Будет Сильного Желания Употреблять Сладкое Вот Если Все Таки Такое Желание Есть То Я Советую Вам Добавить Немножко Углеводов Все Таки В рацион Это Будет Лучше Чем Напрягать Мозг Если Уже И Это Не Поможет Ну Пойдите Уж Поешь Что Небудь Там Ну Один Раз Немножко Себе Позвольте Потому Что Бороться Со Своим Мозгом Вы Навряд Ли Сможете Если Ваш Мозг Жутко Требует Сладкого Значит Вашему Организму Этого Не Хватает Аминокислоты В Капельницах Я Не Слышал Нет Не Хохоу Я Не Слышал Хохоу Пишется Через Две О Я Тут Грамматикой Я Черножопый Блин Занимаюсь Грамматикой Русского Населения Ёлки Палки В слове Хуй Три ошибки Пишут Да Спортпит Конечно Желательно Употреблять Я Как раз Сегодня Написал Статью Небольшую О Спортпите В инстаграме Можете Прочитать Там Я не скажу Что подробно Но Там Очень неплохо Описано Мое отношение К Здравствуйте Русский Матерный Читаю Некоторые Комментарии И понимаю Что Даже если Не знаю Научат Быстро Учителя Хорошие У меня В комментариях На раз Не знаю Сколько Нет В исламе Считается Что Слабый Мусульманин Это Плохой Мусульманин Мусульманин Должен делать Физические Упражнения И быть Крепким Семинары Я выезжаю На семинары Конечно Если Семинары Заказывают Цена Семинаров Зависит От Расстояния Недавно Попросили В Новой Уренгои Не знаю Договоримся Или нет Но Новый Уренгои Это Очень Далеко Лысый Из Инферно Приветствую Димон Привет Ваня Лысый Из Инферно Димон Что С тобой Творится Брателло Блин Как Тебя Разносит Последнее Время Я Тебя Сглазить Даже Боюсь Но Дай бог Чтоб Ты Так И Прогрессировал Красавец Очень Приятно За тобой Наблюдать Прям Молодец Молодец Нет Бицепс Показывать Не буду Уже Показывал Большой Привет Ване Вот Водянов Иван Абсолютный Чемпион России Надежда Нашего Спорта Присоединился Вижу Ваня Тебя Привет 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 Вань Привет У Водянова Все Огонь У меня Титулы Какие Ну Нет Не правда Что Давайте Поговорим Про Маленькие Члены А вот Идет себе Человек С большим Членом В качалку Начинает Поднимать Штангу И член Скажем Днем Укорачивается У любого Человека У которого Есть мозги До такого Даже Не додумался Не надо Говорить Про член Насчет Какие У меня Титулы Можете Посмотреть Плохая Потенция У алкоголиков У качков С этим Наоборот Все нормально Я могу Вам посоветовать Девушка Только это Проверить Выйдите На улицу Поймайте Первого Проходящего Мимо Качка И проверьте Как набрать Мышечную Массу Я уже Рассказывал Миллион Раз Это На самом Деле В двух Словах Даже Не Рассказать Представляю Страну Россию Я считаю Что это Самая Великая Страна В мире Горжусь Нашей Страной Город Город Представляю Краснодар Накачать Член Я думаю Что только Силиконом Димон Жрет Гроуфуд Ха-ха-ха-ха-ха Да Девушка Есть Кстати Гроуфуд Скорее всего Скоро Переберется В Краснодар Насколько я знаю Они писали Ваня Кто-то просит Тебя Чтоб ты его Разбанил Если ты попал В бан Значит Наверное Ты был Неправ Иначе Ваня Тебя В бан Не отправил Ну Ксюха Тоже Бы Просто Так Не отправила Значит Что-то Наверное Такое Написал Но Вань Если можешь Прости Человека Видно Раскаялся И хочет Опять Попасть На твои Трансляции Мотивироваться И смотреть Полезную Информацию Нет Не на меня Ну В смысле Огромный привет Байкалу В смысле бояться Я не с зубами Я как бы О Дрыщ Это ты о себе Подписывайтесь Поэтому Лучше Можно Единственное Я скажу Сразу Меня Нету Ни на Каких Сайтов Знакомств И Меня Нету В Одноклассниках Уже Пять лет Какая-то Личность Под Моими Фотографиями Разводят Девочек На деньги А потом Все Они Пишут Мне И плачут Какой Я нехороший Есть Такая История Тоже Кто Мужа Бросил Кто Детей Кто Еще Кого-то Поэтому На самом Деле Какой-то Гаденыш Сидит В сети И никак Не можем Забанить Его Страницу Все Все Остальное Это Я Да 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 Был В такой Момент В фильме Во сне Наиву 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 Я Извиняюсь Да Канал На ютубе Развиваться Будет Я Уже Об этом Говорил Мы Снимаем Новые Видео Через Две Недели Начнем Снимать Мои Тренировки Уже И Будет Будет Много Новой Информации Аркаша Величко Сейчас Готовится К Осеннему Сезону Про Лиги Мы Найдем Время Обязательно Поехать К нему Я вам Обещаю Что вы Увидите Тренировку С Угриновым И Величко И я вам Обещаю Что вы Увидите Тренировку С Ксенией Архиповой Мы Постараемся Снять Тренировку С Игорем Зиблицким Вот И Может быть Даже Поедем В клуб Кингфит И снимем Тренировку С Аркашей И Владом Николайка В Кингфите Поэтому Будет Будет Потихоньку Видео Будет Дайте Немножко Встать На ноги В плане Силовых Результатов И видео Будут 31 год Образование Дагестанский Государственный Педагогический Университет Физическая Культура Спорт Мы собирает Сейчас Секунду Что Саша Александра Тебе Передает Огромный Привет Вот И Говорит Тебе Огромное Спасибо За номер Мастера Который Ты Ей Дал Вот Она Встретилась С мастерами Обговорила Вроде Ее Все Устраивает Она Тебе Говорит Огромное Спасибо Нет Там Мне было 20 лет Я был Маленький Пожалуй Пожалуйста Тренируюсь Я В клубе Олимпия Это Небольшой Зал Уютный Хороший Зальчик Улица Котлярова 15 Город Краснодар Жилой Комплекс Московский Спасибо Большое Саш Спасибо Привет Я думаю Что Действительно Нормальный Результат Вы можете Увидеть Не меньше Чем Через 4-5 Лет После Начала Тренировок Это Если Мы Говорим О Хороших Правильных Тренировках Если Вы Тренируетесь Неправильно Можно За всю Жизнь Никакого Результата Не Получить Я Честно Говоря Знаю Людей Которые Тренируются Пол Жизни Думают Ну Видно Что Если Не Помогает Значит Надо Что То Менять Но Они Как Бараны Стучат В Одну Стену Поэтому Если Вы Умеете Думать Если Вы Слышите Свой Организм То У вас Все Будет Отлично Невский Призер Москвы По Бодибилдингу Невский Еще Мистер Вселенная Близкий Друг Арнольда Шварценеггера Он Вам Еще Много Что Расскажет Для Жиросжигания Лучше Всего Диета Да С Русланчиком Общаемся Может Быть Кстати Насчет Нашего Видео Может Быть Съездим В Анапу К Руслану И Потренируемся С ним И с Его Подопечными Если Вы В Курсе Сейчас Михаил Сидоровичев Тренируется Под руководством Руслана И Скоро Он Приедет В Анапу Если Получится Мы Обязательно Поедем И Потренируемся С ними И Тоже Запишем Все Это На Камеру Выложим На Камал Крым Привет Добрый Добрый Вечер Опять Ж Говорю Независимости От Ненормированного Графика Все Будет Зависеть От Вашего Питания Знаете Я Очень Честно Говорю Людям Вам Надо Питаться Там Каждые Два Часа К примеру Два С Половиной Часа Воды Насчет Воды Расскажу Чуть Позже Вот Что Касается Блин Потерял Момент Нахрен Что То Хотел Сказать Да Про Диету Правильно Кабан Это Свинья Я думаю Это Не Определение Я Может Быть Здоровый Парень Но Я Точно Не Кабан Вот Про Питание Когда Мне Люди Говорят Что У Них Нет Времени Питаться На Работе Например Ой Давайте Расскажите Мне Что Вы Приходите И Работаете Я Всегда Говорю Если На Вас Завтра Нападет Понос Вы Не Будете Сраться Под Себя Вы Найдете Десять Раз По Десять Минут Чтобы Сходить В Туалет Так Почему Вы Не Можете Найти Один Раз Десять Минут В два Часа На Прием Пищи Покурить Выйти На Балкон Время Находят Все Пойти Поболтать Посидеть Вконтакте Время Находят Все Взять С собой Четыре Контейнера Маленьких С едой И пять Минут Перекусить За рабочим Столом Времени Нет Ни У Кого Скажу Вам Одну Вечь Чудес На самом Деле Не Бывает И Всему Надо Жертвовать Мне Один Парень Говорит У Меня Я Хочу Накачаться Что Мне Делать Я Говорю Ешь Курицу Он Говорит Я Не Люблю Курицу Я Говорю Тогда Иди В Баскетбол Иди Играй Баскетбол Футбол Хоккей Ты Не Можешь Приходить Спорт Со Своими Правилами Такого Не Бывает Есть Определенные Правила Которые Вы Должны Выполнять И Если Вы Их Не Можете Выполнять Если Не Хотите Если У вас Не Получается Результата Просто Не Будет Все Очень Просто Поэтому Настолько Насколько Получается У Вас Делать Какие Определенные Нужные Факторы У У Настолько И Нет Ну Я Говорю Сейчас Общим Предложить Можно И Говядину И Специализированные Продукты И Рыбу И Все Остальное Я Имею Ввиду Более Раскрытую Тему Что Я Не Хочу Я Не Могу Это Ем Это Не Ем Надо К Этому Подходить Более Лояльно Что Не Можете Не Получится Как Можно Накачаться Если Ничего Не Пить Опять Парень Мне Говорит Адам Что Мне Такого Попить Чтобы Накачаться Парни Вы Поели Чего Нибудь Для Начала Для Начала Научитесь Есть А Потом Уже Будете Пить Сфотографироваться Можно Конечно Я Уже Говорил Насчет Углеводов Во время Тренировки Только В первой Половине Только В первой Половине Тренировки Для Энергии Дальше Уже Я От Углеводов Ухожу Чтобы Стимулировать Как Процесс Жиросжигания Так И Не Сильно Угнетать Выработку Гормона Рост С Цыпленковым Виделся На СН Про Экспо В прошлом Году В Москве Хороший Парень Очень Добрый Хороший Спортсмен Настоящий Мужчина Но Джеки Чан На то и Джеки Чан Главное Чтобы Чтобы Вы Не Были Похожи На Какую Нибудь Жирную Тетьку С Обвишен С С Мне Кажется Это Главное А Если Вы Хотите Узнать Джеки Чан Для Меня Не Авторитет Поэтому Он Хороший Парень Отличный Спортсмен Но У меня С Ним Жизнь Разная И Я Такой Каким Я Хочу Быть Это Мое Личное Дело Живухин Твой Кумир Что За Глупый Вопрос Живухин В первую Очередь Мой Знакомый И Мой Соперник На Сцене Жим Лежа Уже Говорил Сколько Так Мальчики Девочки Вас Очень Много Я Очень Рад Что Сегодня Много Народу Со Мной Побывало Но Мой Телефон К сожалению Говорит Мне Что Пора Заканчивать Батарея Садится И Мне Скоро Пора На Тренировку Спасибо Огромное Всем Да Я Тренирую Спасибо Огромное Всем Кто Были Сегодня Со Мной Очень Интересная Публика Интересные Были Вопросы Я думаю Через Недельку Увидимся Еще Раз Буду Выходить Не так Часто Но Постараемся Давать Вам Полезные Информации Опять же Для Тех Кто Спасибо Большое Опять же Группа BodySchool На YouTube Адам Абакаров На YouTube В В В Инстаграме Добавляйтесь Смотрите Читайте Здоровья Вам Успехов Мотивации Вы